В чьи карманы идут триллионы из казны государства? Честный ответ от Владимира Путина узнаете в коротком обзоре. Там же расскажем о дерзкой выходке ямальских мишек. Правительство потратило 3 триллиона рублей на поддержку россиян в пандемию. Такую цифру озвучил Владимир Путин. Деньги стали финансовым подспорьем для людей и бизнеса. Они помогли сохранить рабочие места. На Ямале продлили прием заявок от жителей аварийных домов, планирующих переехать за пределы округа. Из-за повышенного интереса к программе прием заявлений продлили до 1 октября. О самом проекте. Он дает возможность северянам перебраться в регионы с более комфортным климатом. Такой поддержкой от губернатора уже воспользовались 150 ямальских семей. Наибольший интерес проявили жители Ноябрьска, Муравленка и Пуровского района. Чаще северяне переезжают в Краснодарский край, Республику Крым, Московскую и Ленинградскую области. Округу программа помогает ускорить снос аварийных домов. В ближайшие два года все школы округа подключат к Wi-Fi и оборудуют дополнительными видеокамерами. Это позволит следить за безопасностью учеников. До конца года Wi-Fi и камеры установят в 46 ямальских школах. Остальные 93 корпуса укомплектуют в 2022 году. Два медвежонка вышли на трассу недалеко от Нового Рингоя. Очередная вылазка косолапых попала в объектив ямальцев. Автолюбители сумели заснять двух медвежат, вышедших на трассу в 130 километрах от газовой столицы. Запись опубликовали в городском паблике. Летом ямальцы несколько раз встречали мишек на дорогах. В конце августа водитель застал двух играющих медвежат посреди трассы Нового Рингоя-Тазовский. Лала Гасанова, радио компания «Сигма» для НУР-24.